Для одних возможность отправлять плоды папайи отсюда сюда позволяет выбраться из нищеты и получить доход. Для других такую же роль играет разведение птицы, а для Жозефа Гадону — ловля креветок. Но когда случается такое, это настоящая катастрофа. Один из путей, чтобы спасти от бедности тех, кто занимается сельским хозяйством в развивающихся странах — это наладить экспорт. Хотя во внешней торговле они постепенно добиваются успехов, им также приходится сталкиваться и с трудностями. Одна из проблем — болезни, такие как птичий гриб. Насекомые, загрязнения химикатами, болезни животных — эти факторы могут не только уничтожить все плоды их труда, но и создать угрозу продовольственному обеспечению целой страны. И если то или иное государство хочет развивать экспорт, в ее продукции не должно быть места малейшему подозрению на заражение. Специалисты называют эти проблемы санитарными, если речь идет о здоровье людей и животных, или фитосанитарными, если имеются в виду растения. В целом, вопросы безопасности продуктов питания объединяются под английской аббревиатурой SPS. Санитарные и фитосанитарные вопросы имеют особую важность для обеспечения качественной продукции. Это, в частности, перерабатанные овощи и фрукты, рыба и мясо, орехи и пряности, в совокупности составляющие более половины экспортируемых развивающими со странами пищевых продуктов. Именно доходы, полученные на рынке подобной продукции, являются средством существования для миллионов людей в бедных странах. Однако часто у них нет возможности гарантировать, чтобы плоды их труда соответствовали жестким международным нормам. Но они вполне могут этого достичь с небольшой помощью, если будут обсуждать и учиться разрешать эти проблемы. Посмотрим, как это происходит в Белизе, Пенине, Вьетнаме, Таиланде и в Женеве. Итак, познакомьтесь. Сиротитис капитата. Это симпатичное насекомое может стать причиной настоящей катастрофы. Оно больше известно под именем Средиземноморская плодовая муха или фруктовая мушка дрозофила. Это один из самых опасных сельскохозяйственных вредителей, который способен за несколько дней превратить весь урожай в сплошное гниющее месиво. По всему миру миллионы сельскохозяйственных рабочих вынуждены вести борьбу с фруктовой мушкой и ее родственниками. Конечно, никому не хочется завозить в свою страну этого паразита, поэтому при малейших признаках его присутствия устанавливаются торговые барьеры. Некоторым удается победить в войне с паразитами. Белиз является единственной страной Центральной Америки, официально объявленной полностью освободившейся от фруктовой мушки. Это означает, что сельскохозяйственные производители из всех районов Белиза могут выращивать и экспортировать на важные рынки, такие как США, папайу, жгучий перец и другую продукцию. В 2001 году Соединенные Штаты официально признали Белиз свободным от фруктовой мушки. Производство папайи обеспечивает Белизу доход в размере около 30 миллионов белийских долларов ежегодно. В этой отрасли занято более тысячи человек. На севере страны это один из основных видов экономической деятельности. Первый случай заражения фруктовой мушкой произошел в Белизе в 1987 году в округе Стэн-Крик на юге страны. От этого также пострадали и другие центральные и северные регионы, так как их жители, работающие в сельском хозяйстве, не имели никаких способов доказать безопасность их собственной продукции. Тогда инвесторы начали вкладывать средства в создание плантации папайи в округе Кайо. Речь шла о новом продукте, который можно было экспортировать в Соединенные Штаты. Но из-за отсутствия общей национальной программы глобального мониторинга, вся страна оказалась на карантине, что сделало невозможными наши поставки в США. Это произвело ощутимый негативный эффект на нашу экономику с точки зрения как снижения валютных поступлений, так и роста безработицы. Власти Белиза совместно с международными партнерами решили действовать. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, ФАУ, оказала нам неоценимую помощь в осуществлении нашей миссии и предоставила техническое содействие для внедрения в жизнь этой программы. Министерство сельского хозяйства США также сыграло в этом ключевую роль. Первый этап этой программы – наблюдение. Правительству нужно знать, где именно распространение фруктовой мушки представляет собой опасность. Наши специалисты на местах контролировали ситуацию каждый день, 52 недели в году, чтобы защитить Белиз от распространения фруктовой мушки. Их усилия были сконцентрированы там, где заражение фруктовой мушки было наиболее вероятно – вдоль основных дорог и в жилых кварталах. Следующий этап – уничтожение мушки. Каждый раз, по мере обнаружения заражения фруктовой мушкой, мы немедленно приводим в действие наш план чрезвычайных действий. Созывается совещание рабочей группы, которая решает, какие именно меры следует предпринять. Страны, которые импортируют продукцию из Белиза, должны быть уверены, что эти фрукты не представляют собой опасность. На каждую коробку с папайи ставится специальный штамп. С началом этой программы наша продукция, изготовленная за пределами пораженной фруктовой мушкой территории, все-таки может экспортироваться в США. Война идет не напрямую между специалистами по фитосанитарии и фруктовой мушкой. Между ними стоят люди, которые играют в этом бою особую сложную роль. Это сезонные рабочие из других стран региона. Они имеют особое значение для сельского хозяйства Белиза. В Гватемале жизнь тяжелая, так что мы привыкли приезжать на работу сюда. Путешествующие часто незаконно привозят с собой в страну свежие овощи и фрукты. А с ними и фруктовых мушек, причем в количестве достаточном для того, чтобы говорить о риске потенциального заражения. Борьба с фруктовой мушкой – это постоянная война. Программы по ограничению распространения фруктовой мушки ежегодно требуют около полумиллиона белийских долларов. Но лишь один единственный случай заражения может обернуться для страны убытками в 100 тысяч белийских долларов. По нашим расчетам, каждый доллар, потраченный на борьбу с фруктовой мушкой, приносит прямо или косвенно 140 долларов. Частный сектор экономики, взявший на себя часть расходов, вложил в эту программу значительные средства, будучи твердо уверенным, что производство папайи – достаточно надежный бизнес. С 2001 года экспорт папайи увеличивается стремительными темпами. Он уже достиг 15 миллионов долларов ежегодно. Для многих это создало дополнительные рабочие места. У нас на фабриках работают около тысячи человек. Мы являемся одним из крупнейших предприятий на севере Белиза. Без этой фабрики по производству папайи моя жизнь была бы очень тяжелой. У меня двое детей и нет мужа. Моя жизнь – постоянная борьба. Производство папайи дает нам работу. Это хорошо для наших детей. Без папайи нам просто нечем было бы кормить наших малышей. Отсутствие вредителей – это преимущество, которое стоит оберегать. Если государство инвестирует в санитарные и фитосанитарные меры, это дает стране дополнительный доступ на рынке. А если сельскохозяйственная продукция предназначается для внутреннего потребления, это позволяет нам предложить на местном рынке высококачественные продукты. Остановка инвестиций в поддержание ситуации, при которой регион не заражен паразитами, может обойтись очень дорого. Помимо затрат на уничтожение самих насекомых, это приведет также к снижению производства и упадку торговли. По расчетам правительства, все вместе это может обойтись в 121 миллион долларов, что будет серьезным ударом по борьбе с бедностью. Однажды запятнанную репутацию или упущенный рынок вернуть очень тяжело. Об этом свидетельствует опыт другой страны – Бенина. Это было словно землетрясение. Все эти семьи остались без работы. С этого дня нам просто нечего есть. Женщины, у которых по пять или шесть детей, в одночасье оказались без работы, на улице. Теперь мы живем в нищете, а наши дети больше не ходят в школу. Все дети уже оставили школу. Проблема Бенина заключалась в том, что санитарные условия в области заготовки креветок не соответствовали нормам. В 2002 году Катону посетила группа инспекторов из Офиса по продовольственной безопасности и ветеринарии Европейского Союза, которая подтвердила неизбежный запрет обенинского экспорта. Местное правительство оказалось перед сложным выбором. Бездействие означало бы долговременный запрет для страны С импортировать бенинские продукты. Поэтому Бенин решил добровольно приостановить свой экспорт. Опасность заключалась в том, что если бы мы сидели сложа руки, Европейский Союз сам наложил бы запрет на импорт нашей продукции. В таком случае для того, чтобы реабилитироваться, нам понадобилось бы гораздо больше времени. Если закупки приостанавливает потребитель или покупатель, вам понадобится 10 или 15 лет, чтобы отмыться от такого решения. Запрет на импорт – это чрезвычайная мера, на которую может пойти Европейский Союз или любая другая страна, если обнаружится, что этот импорт представляет собой опасность для здоровья потребителей или для санитарного состояния животных и растений. Инспекторы из ЕС констатировали, что у нас не было ни подходящего оборудования в лабораториях, ни компетентного персонала. Они также указали нам на некоторые проблемы и в перерабатывающих цехах. Нам сделали замечание по поводу гигиены. Сказали, что наши креветки настолько в плохом состоянии, что их просто нельзя употреблять в пищу. Запрет действовал менее двух лет, но его последствия ощущаются и по сей день. У бенины имеется очень мало видов продукции, которые имеют естественные рынки, такие как креветки. Мы ловим креветки, они портятся и мы их выбрасываем. И все потому, что не можем найти им покупателей. Слабое место в нашей креветочной отрасли оказывает негативное влияние на все агропромышленное производство бенина. Согласно правительственным данным, эта проблема затронула более 300 тысяч человек, работающих в данном секторе производства. До этого добровольного запрета я мог своим трудом кормить семью. Перерабатывающие заводы закрылись. Оптовики, рыбаки, все, кто чистит, упаковывает креветки, потеряли работу. После добровольного запрета на экспорт мне пришлось закрыть завод и всех выставить на улицу. Теперь эти люди приходят ко мне с одним и тем же вопросом. Ну когда же мы начнем работать снова? А я просто ничего не могу им ответить. Государственные и частные структуры решили совместно найти выход из создавшейся ситуации. Правительство инвестировало в налаживание системы инспекций, в лаборатории и в обучение. Руководство предприняло ряд шагов. Прежде всего, была создана лаборатория контроля качества, чтобы мы могли производить анализы всей продукции. Эта лаборатория первой в регионе будет аккредитована согласно международным стандартам. Перерабатывающие предприятия усовершенствовали свое оборудование. Работники теперь более тщательно следят за правилами гигиены. Рыбаки поступают также. Мы сильно изменили наши привычки. Теперь мы складываем улов в пластиковые тазы, промываем его, чтобы не осталось грязи, мусора, соленой воды. Нужно заботиться о чистоте пляжей, поддерживать их гигиеническое состояние на соответствующем уровне. Это же касается и рыбной ловли, и переработки. Мы начали уделять этому внимание в надежде на то, что наши дела пойдут на поправку. Это задача огромного масштаба, для решения которой необходима политическая воля, поддержка со стороны частных предпринимателей и международная помощь. Международная помощь была оказана Бенину в трех областях. Формирование компетентных органов, то есть санитарных инспекций, создание лабораторий для сертификации качества продукции и, наконец, задействие всем тем, кто занят в данной отрасли промышленности, от мелких изготовителей до переработчиков, то есть уже до промышленных предприятий. За несколько лет после введения запрета в Бенине была проведена огромная работа, и этот запрет был снят с 1 февраля 2005 года. Заплаченная цена была высокой, а вернуть потерянные рынки оказалось очень непросто. Поверьте мне, что Бенин продолжает ощущать негативные последствия. Я имею в виду и самих рыбаков, и торговцев рыбой, и женщин с рыбоперерабатывающих заводов. Все эти люди остались без работ. До введения добровольного запрета Бенин экспортировал около 400 или 500 тонн креветок. Теперь их экспорт полностью приостановлен. Экспортеры по-прежнему сталкиваются с трудностями. Рынок был занят другими странами. Частный сектор страдает от нехватки финансовых возможностей. Я никак не могу начать нашу деятельность. Все потому, что у меня нет подъемного капитала, нет оборотных средств, нам не доверяют банки. Вот в чем проблема. Если удастся вновь завоевать европейский рынок или найти новых потребителей своей продукции, это предоставит тысячам бенинских семей шанс на улучшение условий своей жизни. Мы ловим очень много креветок, нам столько не нужно. Если мы имеем доступ на международный рынок, это значит, что мы можем продавать нашу продукцию и зарабатывать деньги для наших собственных проблем. Мы продавали намного больше креветок на внешнем рынке, чем на внутреннем. Поэтому я с нетерпением жду, когда внешний рынок откроется для нас вновь, и мне будет на что содержать свою семью. Чтобы воспользоваться благами, которые сулит доступ на рынке, страны должны предпринимать все необходимые меры, обеспечивающие как безопасность продуктов питания для здоровья потребителей, так и надлежащее санитарное состояние животных и растений. Иногда это вопрос жизни и смерти, как убедились на собственном опыте жителей государства, расположенного на другом континенте. Фруктовая мушка наносит ущерб урожаю. Плохие санитарные условия препятствуют экспорту креветок из бенина, что имело катастрофические последствия для населения страны. Конечно, речь идет о серьезных проблемах, но иногда случаются вещи и пострашнее. Птичий грипп, или более официально классическая чума птиц, повлек за собой смерти, страдания, потери дохода и безработицу. Нынешняя эпидемия началась в 2003 году. Это была и человеческая трагедия, и экономическая катастрофа. У нас 25 человек заболели птичьим гриппом. Из них 17 умерли. Это была огромная потеря для Таиланда. Еще хуже обстояли дела в Индонезии, Вьетнаме, где от птичьего гриппа скончалось еще больше людей. К середине 2005 года в странах Юго-Восточной Азии было забито более 300 миллионов кур и другой птицы. По расчетам Всемирного банка, птицеводческая промышленность этого региона потеряла более 10 миллиардов долларов. Наиболее пострадал от эпидемии Вьетнам, где птицеводством занимались миллионы семей, подчас из самых бедных слоев населения. Целые семьи, как, например, семья Хон Ван Ланга, из денег, вырученных от продажи уток и яиц, выплачивали все свои расходы, включая плату на образование и здравоохранение. Для семьи Ингунг Дангтэнга для этой же цели служило разведение кур. Люди просто напросто прекратили употреблять в пищу мясо любой птицы. Также пострадали торговцы птицей и производители фуража для животных и птиц. Местные власти и их международные партнеры быстро отреагировали на сложившуюся ситуацию. Более двух миллиардов долларов, большая часть которых была собрана в рамках пекинской конференции, были инвестированы для того, чтобы помочь разным странам вести борьбу с птичьим грибом. Это помогло Вьетнаму взяться за решение данной проблемы. Теперь у нас имеются необходимые средства. Мы уже создали ветеринарную систему на уровне всей страны, провинций, округов и даже коммун. Эта женщина не эксперт из лаборатории. Это просто работница в одной из развивающихся стран – Таиланде. Таиланд также сильно пострадал от эпидемии. Многие мелкие производители прекратили свою деятельность. Тысячи людей потеряли свои рабочие места. Со дня на день вся птицеводческая промышленность вдруг остановилась. Продажи тайландской свежей курятины полностью прекратились. А ведь на момент обнаружения первого очага заболевания продажа мяса птицы, прошедшего предварительную тепловую обработку, составляли менее 20%. Птичий грипп имел колоссальные последствия. Он чуть не уничтожил целый сектор нашей экономики. Я бы оценил убытки для нашей страны от птичьего гриппа в 2 миллиарда долларов США. По всему миру число запретов на импорт продуктов питания стремительно увеличивалось. Мы незамедлительно предприняли меры, чтобы гарантировать безопасность европейских потребителей. Например, мы запретили импорт свежей курятины, а также живой птицы, потому что имелись научные доказательства тому, что это представляет опасность. В то же время мы разрешили продолжать импорт мяса птицы, прошедшего тепловую обработку. Тоже решают, что представляет собой опасность, а что нет. Это определяют официальные власти, которые в своем решении должны опираться на научные данные или международные нормы. Например, во время даже сильной эпидемии только некоторые продукты являются опасными, и запрещать следует только их. Для таких заболеваний, как птичий грипп, основными нормами являются те, что разработаны Всемирной организацией здоровья животных. Мы изменили существующие нормы. Если продукт изготовлен из мяса птицы, обработанного таким образом, чтобы уничтожить опасный вирус, который она может себе нести, такое мясо допускается на мировой рынок. Таиландским предприятиям удалось избежать банкротства из-за птичьего гриппа, благодаря тому, что они постарались соответствовать международным стандартам. После того, как они перешли на производство более безопасной курятины, прошедшей тепловую обработку, это позволило взобновить экспорт их продукции. Многие развивающиеся страны не располагают ни средствами, ни знаниями, необходимыми для того, чтобы обеспечить соответствие их продукции строгим международным нормам. Официальные власти никогда не откажутся от их права стоять на страже здоровья граждан и животных, а также защищать национальную культуру. В то же время они хотят, чтобы международная торговля шла как можно более гладко. На пути достижения этого стоят две проблемы. Во-первых, нужно найти правильный баланс между защитой здоровья потребителей и недопущением протекционизма. Во-вторых, развивающимся странам бывает подчас очень трудно добиться своего соответствия международным нормам. Ответ на частях вопросов можно найти в Женеве. В соглашении по санитарным и фитосанитарным мерам ВТО страны решили найти баланс между их обязанностью или правом защищать здоровье своего населения, благополучие животных и растений и недопущением ограничений в торговле, не являющихся строго необходимыми. Все эти вопросы обсуждаются здесь, в рамках комитета ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам СПС. Развивающиеся страны все чаще обращаются в этот комитет. Разумеется, когда мы участвуем в работе этого комитета по СПС, у нас имеется возможность завязать отношения с нашими коммерческими партнерами для обсуждения наших общих проблем. У нас в Чили хорошая санитарная обстановка, но мы должны доказать это путем соблюдения принципов перечисленных соглашений по СПС. Если мы не сможем соответствовать международным принципам, наш экспорт, несомненно, снизится, а экономический рост замедлится. Тема птичьего гриппа затрагивается часто. Хотя малоопасные или низкопатогенные штаммы вирусов представляют собой риск разной степени, все они могут заблокировать мировую торговлю. Это может повлечь за собой лишь дополнительные экономические потери без какого-либо дополнительного повышения уровня санитарной безопасности. С течением времени у нас появляется все больше научной информации. Предпринятые меры необходимо пересматривать, оценивать их эффект на торговлю, применять международные нормы. Применительно к птичьему гриппу речь идет о нормах, установленных Всемирной организацией защиты здоровья животных. Нормы безопасности продуктов питания регулирует комиссия Кодекс Алиментариус. Растительными организмами ведает Международная конвенция по защите растений. Проблемы, с которыми мировая торговля сталкивается из-за птичьего гриппа, исчезнут не скоро. Но соглашения по СПС в рамках ВТО, международные стандарты в области защиты здоровья животных и международное сотрудничество могут помочь в борьбе с ними. Случаи Бенина, Белиза, Таиланда и Вьетнама не являются уникальными. Сельскохозяйственные работники, рыбаки, предприятия, экспортеры и правительство всех стран мира сталкиваются с подобными трудностями, когда речь заходит о соблюдении требований в области санитарных норм, установленных странами-импортерами. Более того, складывается впечатление, что эти сложности нарастают. Как показывают вышеупомянутые примеры, затраты на соблюдение этих требований высоки, однако расплата за их несоблюдение еще выше. Странам, население которых не располагает достаточными для этого средствами, можно помочь, способствуя приобретению ими соответствующих знаний, навыков и ресурсов, необходимых для соблюдения международных стандартов. Соглашения о санитарных и фитосанитарных мерах поощряют правительство помогать развивающимся странам в соблюдении ими международных обязательств. Многочисленные предприятия-доноры и организации уже делают это. Однако на этом пути необходимы дополнительные и более скоординированные усилия. Для этого с 2002 года свои усилия объединяют пять международных организаций. Они делают это в рамках фонда содействия внедрению норм и развитию торговли – STDF. Каждая организация вносит свой вклад в деятельность фонда посредством собственного опыта работы в области здравоохранения и безопасности в торговле продуктами питания. Ценность STDF заключается не только в повышении результативности, но и в налаживании связей между донорами для обмена опыта и улучшения координации их усилий, что имеет огромную роль. Очень часто развивающиеся страны не имеют возможности самостоятельно создать систему контроля за тестами и стандартами. Именно поэтому, совместно с другими международными организациями, действующими в этой области, мы и выступили с данной инициативой. ВТО способствует развитию международной торговли с помощью разработанных этой организацией соглашений. Она также предоставляет правительственным экспертам площадку для переговоров и обмена информацией опытом, что позволяет сторонам выслушать друг друга, получить новые знания, наладить взаимопомощь. Затраченные усилия стоят того, ведь они вносят свой вклад в создание новых рабочих мест, борьбу с бедностью, рост доходов населения, его более безопасное продовольственное обеспечение и более здоровую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok